Музыка Так, всем привет! Из солнечной, жаркой, можно сказать, ташкентской столицы Москва. У нас 27 градусов. Вся следующая неделя 28, 27, 26. Солнце светит. Всем одинаково, но это неправда. Не всем. Так, у меня новые очки на лице. Магазин Зарина. Сейчас там распродажа аксессуаров. И, конечно же, я не могла пройти мимо. Цена 399 рублей. Представляете? Вот такой формы у меня еще нет. Я ее очень хотела. Ну, как-то мне очков хватает. Но за 400 рублей такие очки. Мне нужны черные очки, потому что у меня есть коричневые, там еще такие. А есть черные кошечки, но они немножко слетают с меня. Эти так хорошо сидят. Такие широкие дужки. То есть сбоку солнце тоже не попадает. Вот. Сейчас я смотрю на солнце в них. 399 рублей. Модные, стильные очки. Вот такое вот у нас не было. Без единого облачка. Очень жарко. Это у меня уже четвертая стирка. После приезда домой с Валдая. Вчера стирала. Сегодня это уже две партии. Ну, а это я походила по магазинам. И с детьми, и без детей, и с мужем, и без мужа. Сейчас буду распаковывать вместе с вами. Первое, с чего начнем. Вот такая упаковочная бумага. Купила ее в магазине. Где продают нитки, ткани, ленточки всякие. Вот такая классная бумага. Фишка в том, что она еще, видите, двусторонняя. Вот здесь такой темно-бордовый цвет, а здесь такой матовый розовый. Такой припыленная роза. Очень красиво. Продается по метру, метр. Вот это стоило 98 рублей. Но такого цвета я нигде не встречала. И вот такой топпер, любимому учителю, тоже стоил 80 с чем-то рублей. Тут же сразу покажу конфеты. Это из Перекрестка. Пирожные. Трюфельные. Очень вкусные. И я, когда увидела цену, я схватила 4 штуки. Стоили они 89,90. Короче, 90 рублей. Вот эти пирожные. Они очень вкусные. Кто ел, кто знает, тот знает. Кто не ел, обязательно попробуйте. Это как коробка конфет. Вот я буду заворачивать такую коробочку в эту бумагу. Ну и попытаюсь чем-то украсить помимо топера этого. Четыре штуки. Одну съедим точно сами. Но впереди еще День учителя и так далее. Еще у нас музыкальная школа начинается в этом году. Через два часа у меня родительское собрание в музыкальной школе с Алисой вместе. Дальше давайте по порядку. Магазин Детский мир. Онлайн заказ. Ботинки Алисе на осень. Вот такие. У нее есть бомбер. Вот такого цвета. И эти ботинки идеально прям к нему подойдут. Чисто спортивные. Гулять, бегать, ходить в парки, ездить куда-то. Ну не для школы вообще. Вроде бы подошли. Ну немножко они мне жмут. Но вроде бы я расхожу. Я ее 150 раз спросила. Говорит, нормально. И они утеплены. Прям осенние. Она пока стояла в магазине. Ей было очень жарко. Они мне вышли в 1700 рублей. А вот так 2800. Восемьсот цена. 35 размер. Так, следующая покупка. Кириллу кардиганчик. Ни одной кофты у него классической нет. 800 рублей. Так и стоит. По акции, без акции. Цена одинаковая. Здесь манжетик на резиночке. На пуговицах. Она тоненькая. Можно на полу надевать. На рубашку. В общем, ну какая-то кофта же должна быть. Вот она у нас теперь есть. Так, и вот такая рубашка с длинным рукавом на кнопках. Тоненькая, классная. Она на выпуск. Она не классическая. С карманом. Так, стоила она у нас, вот видите, 999 рублей. На сайте она стоит на 100 рублей дешевле. А есть еще такой белый цвет и светло-голубой. Они по 1500. Но на сайте по 1300. Короче, 900 рублей. Вот такая рубашка с длинным рукавчиком, когда чуть-чуть прохладно, но тепло. На выпуск. Здесь, видите, вот так прошито. Магазин Остин взяла себе вот такую безрукавочку а-ля футболку. Вот в такую лапшу. Тонкая, но интересного покроем. У нее, видите, вот такая вот горловина. Она как бы как водолазка, но без вот высокой части. Здесь вот подворачивается. То есть здесь ничего не прошито. Стоила она по распродаже 600 рублей. Она длинненькая. Хочу носить ее под свой новый пиджак. С юбкой, которую я тоже купила. Магазин Зарина. 1600 рублей. Распродажа. 46 размер. Такая тяжеленькая, знаете. В общем, такая струящаяся силуэт. Ну и она выше щиколотки немножко. До щиколотки где-то. Смотря где талия начинается у кого. Дальше пошел фикс прайс. Пакетик подарочный ровно подходит под эту упаковку конфет, которые я вам уже показала. Так, это огурцы с овощной палатки. Так, еще с фикс прайса вот такой йогурт питьевой мы берем. Это актуаль я взяла себе попить в перекрестке. Так, еще один такой же йогурт. С перекрестка трубочки вафельно-ореховые. В столет не покупали сыр бри я себе взяла. Красную виничку. Можно его запечь в духовке с чесноком, с хлебушком и с помидорками. Творожная масса с курагой. Детям на перекус. Сливы по 170 какие-то сладкие. И сладкие черри по 250, по-моему. И красный, желтый цена одинаковая. Это у нас магазин, который был раньше Галамарт. В общем, я его так и называю. Бимакс. По 2700. 2 килограмма 700 грамм. 350 рублей взяли. Еще у меня здесь магазин подружка санитайзера для рук Кирилла, Алиси. И, наконец-то, я нашла свой оттенок карандаша. Пользуюсь я. Катрис. Карандаш для бровей. Оттенок 40. Но сейчас я еще сверху крашу маркером, который я показывала для бровей. Он оказался очень классным. Рисует волоски прямо идеально. Мой вот этот карандашик заканчивается. Много лет им пользуюсь. Но Катрис, видите, есть не в каждом магазине. Он только в подружке. Ну что, вот ребенку 9 лет. А она у меня выпросила вот такую игрушку. Нашла тоже в этом Галамарте. 550 рублей, что ли. Миленький, с хвостиком, какой-то зверь. Типа летучая мышь. С крыльями, с ушками, с лапками. Очень миленький. И прячется так. О, мне страшно, помогите. Может еще, наверное, ушами закрываться. Оп, оп. В общем, милота, да и только. Ну, у Кирилла тоже. Это мы договорились, что на 1 сентября. У Кирилла тоже есть подарок уже на 1 сентября. Это машинка-перевертыш. Мы ему обещали. Я купила. Так, тот же Галамарте. Две разделочные новые доски. 40 рублей. Выкину старые, заменю на новые. И даже глазом не моргну. Куда же без влажных салфеток. В прошлый раз мы накупили их и в Ашане, и везде. Но они быстро заканчиваются. Это нужно кинуть новую упаковку. В машину, потому что там у нас тоже уже закончились. Это стоит 100 рублей. Такие по 19. Купила шпажки. Думала сделать букет из конфет. Но все-таки решила, что нет. Так заморачиваться я не буду. Заверну просто в упаковочную бумагу. Но праздники же не заканчиваются. Возможно, эта идея осуществится чуть позже. Когда я отойду от букета на 1 сентября. Сегодня у меня был день покупок. Да, ноги стерты. А надо отдохнуть и топать на собрание. Моя композиция готова. Вот так я сделала. Что-то типа открыточки налепила. Ну, кривовато, конечно. Ленточка. Сухоцвет взяла из этого букетика маленький. И вот такой топер. Похоже на книгу. Вот так вот я залепила. Сейчас здесь еще подклею, наверное. Ну, в общем-то, как-то так. И в пакет. Называется, зашли мы за чернилами для перьевой ручки в Ашан. И чернил мы не купили, но оставили там 6,5 тысяч рублей. Это еще не все. Это один пакет. Мы с мужем быстренько съездили в Мегу Белую дачу. Дети были дома. Покажу обзор, что купили. Вот такие бариловские резони. Паста очень вкусная. Стоит там 100 рублей. Вот такая пачка. Это недорого. Такие баранки ванильные. Чак-чак вот такой стоит 100 рублей. 200 грамм. Творожки. Очень большой выбор вкусов, в отличие от пятерочки. Творог 9%. Такие йогурты питьевые. Детям подушечки с карамельной начинкой. Пельмени. Макароны тоже детские. В виде всяких каких-то фигурок. Так, две пачки крабовых палочек. Там они тоже стоят недорого. Меньше 100 рублей. Сыр намазывательный, плавленый. Рис круглозерный. Вот такой альметто с белыми грибами. Тоже в пятерочке такой не найти. Мне нравится ходить в Ашан вот из ассортимента. Там цены, конечно, не самые низкие сейчас уже. Но есть огромный выбор вкусов разных. Так, бананы. По 124 рубля. Вот такой коктейль молочный. Вкус малина. Видите, вот он тоже не везде продается. Рис басмати в пакетиках. 150 лет не покупали. Так, детям чипсы на вечер. Кара для супа и соуса с грибами. Груши. Так, ветчина вот такая для завтрака. Хочу сделать типа мясного салатика. Холс арбуз. Так, здесь мне вкусняшка. Вот такой он называется вомер. Вот такой вомер. Хочу попробовать. 90 рублей. И смотрите, это у нас корюшка. Корюшка. Запах такой стоит. У меня слюни. Тепут, я говорю, я не могу. У меня просто сейчас я захлебнусь. Так, еще купили торт. В честь Дня Знаний. 1 сентября завтра будем кушать. Тем более Кирюшка у нас первоклассник. Ну, все равно детям праздник. Ну, вторая часть. Более мясная. Фарш. Здесь 800 грамм. Это стоило 280 рублей, что ли. Блинчики с мясом. Перец. Молочные коктейли. Лук, картофель. Хлеба разного всякого. Булочки с чесноком. Морская капуста моя. Грибочки. Так, это у нас камбалафели. Ребрышки. Они такие мясные. Вообще, здесь прям мясо-мясо. Это у нас индейка. Филе грудки большое, охлажденное. Это у нас куриные голени. И это шеи индейки. Возьму, чтобы бульон какой-нибудь варить. Ой, все, что ли? Вот, все. Вот так вот. Мясо очень дорого все. Купочки с Вайлбери. Юбка модная. Супер-хит сезона. 1100 рублей Алисе. В школу. Она, конечно, коротковата, но это такой фасон. И что, у Алисы красивые ноги. Но даже если не в школу, то хоть куда. На праздники, на утренники. Не знаю, куда. В гости, на день рождения, в кино. Нет у нас такой повседневной одежды нормальной. Юбка пусть будет. Темно-синий цвет. Так, думаем уже про холода. Кирюшке купила шапку со снудом. Куртки к новой. Там как раз черный подклад, черный капюшон. Вот такая шапочка. 650 рублей. И носки. Классные ажурные носки. Черные. Такие бежевые. Такие молочно-белые. Кремовые. И серые. Очень модные. Хоть с платьем, хоть с юбкой, хоть со штанами, хоть с чем. 400 рублей 4 пары. Так, что еще из покупочек-то у меня тут было? Вот таких носков купила Алисе на физкультуру. И себе тоже такие же. Потому что одни оказались большого размера, но носков много не бывает, поэтому себе взяла. Взяла вот такие себе спортивные штаны. Широкие внизу затягиваются. 1100 рублей вообще просто. Даром. Так, еще вот такие носки взяла тоже себе. Разноцветные на осень. Без резиночки. Классные, стильные. Всех цветов осени. Просто класснецкие. 500 рублей 5 пар. Короче, по 100 рублей носки. Так, вот такие покупки у меня были. Вот такой взяла кружевной. А, это я уже, наверное, показывала. Топик Алисе взяла. Тоже, наверное, показывала. Все. Последний день лета подходит к концу. 31 августа. На улице 27 градусов. Отлично. Детки пойдут в понедельник в школу. Хорошую, теплую погоду. Посмотрите, тополя. Они уже полностью без листвы. Это вот старые тополя. А вот это вот, ну, свежие. Летит вода с кондеей сверху. Как будто бы дождь. Но нет. Ну что, лето. До новых встреч. Это было прекрасно. И неповторимое. Как всегда. Смотрите на небо. Это состояние, наверное, всего города нашего сегодня. С пол седьмого утра мы проснулись все, соскочили от звука взрывов. У нас сегодня сбивали беспилотники. Они атаковали район. Раменский, Люберцы, Дзержинку. Хотят взорвать завод нефтеперерабатывающий. Это очень страшно. Я вообще никому этого не желаю. Это очень страшно. Это слезы. И вообще паника у меня была, конечно, непонятность действий. Звук беспилотника был слышен очень четко и близко. Они летали прямо рядом с нашими домами. В общем, это был трындец. С утра мы уже позавтракали тортиком, чтобы детей отвлечь. Потому что Алиса с Кириллом боялись. Алиса очень боялась. Плакала. Вот. Такие вот дела. В общем, одному подарок, другой торт. Все снимают стресс. Вроде пока затишье. Ну, такое вот у нас сегодня 1 сентября. Ну, давай, поехали. Подарок Кирюше на 1 сентября. Так, мы пришли на скейт-площадку к нам. Никого нет. Будем запускать машинку сейчас. У нас. Поехали. Подожми, пап. Так, ты нажми на кнопку. Я знаю. Сейчас попробуем. Давай. Супер-трук. Так, стоп. Стой. А теперь туда. Давай на ту горку. Так, разворот. Поехали. Так. Так. Поехали. Подожди, пап. Заехи сразу на гнезин. На травм не все. Хорошо? Ты нажал, пап, за травм? На травм. Офигеть, папа. Ты видел, что-то на полу? Ну. Не очень видел, как-то. Реально ответил просто. Прекрасно проверяем ваши обеты. Итак, что есть? Обед готов. На обед борщ. Здесь у меня были шеи индейки и куриное филе. Это у нас на ужин будут перцы фаршированные. Фарш, рис, лук. Так, а здесь я приготовила салат. Что-то типа мясного, оливье. Только у меня ветчина, морковь, картофель, яйцо. Все. Без горошка, без всего. Можно добавить укроп. Такой. Забыла про огурцы. Буду добавлять свежие. Но на самом деле очень вкусно. Будет с солеными огурцами. Но Кирилл такое не ест. Поэтому добавлю свежих.